всем доброе утро вчера мы поднялись и спустились с петроса ночевали в полоныне головчейскую это наверное была одна из самых сложных ночевок потому что я устал вроде должен был выспаться на самом деле пока спал устал пал крайне чутко потому что была информация что лазят по палаткам и какой-то мужичок лазил в лесу вечером помимо этого было холодно дула поддувала в палатку ну а утром как только встало солнце и стала пригревать на тент там образовалась баня поэтому спать уже невозможно 8 часов утра придется вставать в поход мы с собой брали карематы я уже очень скучаю по самонадуным ковриком потому что на карематах я просыпаюсь полностью квадратным каждый бок квадратный так как мы пропустили ужин был у нас такой себе полдник поэтому решили сейчас покушать прям перед дорогой маша сходила за водичкой сейчас будем кипятить чайник и и варить булухур ты бы мухи едят мы совсем еле-еле собираемся уже 10 часов два часа колготимся палатка еще не просохла от конденсата наверное еще полчаса будем точно собирать монотки придумали систему с таблетками я пью коллаген в таких капсулах всегда очень удобно высыпать аптечку застряла одна прилипла да разбирайте у кого что это тебе серёга не круг складывать за одну минуту да половина одиннадцатого как я и думал по времени у нас вышла сборы наши от подъема два с половиной часа за нами все чисто можно двигать дорогу вторая наша команда уже дернула со старта все честно не верится что мы вчера с этой горы слезли слушайте как круто что мы вчера сходили на Петрос вот я сегодня вообще не чувствую себе силы удовольствия взять и полезть на Петрос просто усталость накопилась в огромном количестве сегодня на Петросе панорама думаю классная нам вчера чуть-чуть не повезло прикольно что за столько походов сколько было в эту поездку организм привык ходить вот когда мы шли на Соколыное Око мы шли просто по прямому без рюкзаков просто идешь и организм такой ого что происходит куда мы идем сейчас мы идем просто уставший в усмерть не выспавшийся с тяжеленными рюкзаками наверх вниз уже идешь и идешь такой уже привык ну тебя дал гору ну бывает закончился относительно ровный участок сейчас у нас длительный затяжной спуск после него будет снова ровный участок а мы по серпантину шли а вы обходили да зигзагами да понятно ну мы идем по крутому спуску вы где то получается рядом потому что рация хорошо пробивает мы уже просто дошли до развилки и уже спускаемся вниз маршрут очень классный он крайне живописный и вот есть очень характерные моменты сначала мы идем по лесу по такому ровному потом резкий подъем потом снова идем по лесу ровному потом полоныно и собственно мы пришли и вот они вот настолько яркие каждый из этих событий и легко сейчас на обратной дороге легко узнается что куда и сколько нам осталось нам спасатель говорил что этот маршрут наиболее живописный на петрос есть второй маршрут с квасов он более длинный более пологий но он не такой красочный там видимо пологая более пологая и лысая часть горы поэтому естественно смотреть там нечего а здесь очень интересно идти плюс мы идем по широкой дороге не продираемся через кущари в общем всем рекомендую классный маршрут петрос меня очень впечатлил это был наш последний и решительный спуск смотрю я на вот эти вот точки вдоль всей дороги вы представляете каждая точка индивидуально это точка от палки человека который подымался вот такая карпатская походная философия мы же тут вообще как местные ориентируемся я такая о это последний спуск там сейчас слева будет спасательная будка мы тут уже ходили уже все прекрасно знаем спасательная точка дальше полонына и лес ровный относительно добрый добрый день добрый день что значит машина стояла в тенечке в холодильнике фанта холодная спустя сутки выезжаем с лозещины здесь не ловят никакие операторы и нам в принципе ловить тоже нечего мы обогнали план наш на целые сутки реально то есть мы должны были только вечером сегодня спуститься и только завтра стартовать сейчас на часах половина первого соответственно мы можем куда-то успеть еще проехать сегодня вообще в идеале сейчас бы где-то найти хорошее место помыться сделать душ горячий и потом уже в дорогу но тут но как получится посмотрим стантин пошел разведать очередную поляну если у нас там возможность спуститься и помыться ловлю себя на мысли что я уже устал от плохих дорог и ехать по ним и идти по ним мне уже хочется ровные гладкие красивые красивые трассы втопил и ломишь можешь вообще пока забить на это дело а? куда-нибудь отъехать там километров 200-300 уже встать там потому что это слишком много перекладывания чтобы мы тут не зависли судили только что что нам проще выехать отсюда по максимуму сейчас заедем к Ване поедим и чуть раньше может встанем на ночевку там уже все разложимся потому что иначе мы сейчас часа два потеряем приехали на КПП теперь нам нужно вычеркнуться мы спустились с нами все в порядке третий раз мы останавливаемся на Яблунывском перевале и в третий раз Маша есть что тут купить Маша может тут жить будешь что это за шляпа это варенье из шишек я мечтала о нем с гор я папе рассказывала какой он вкусный его очень люблю и попробовал я не скажу дорого 100 рублей да 100 рублей за банку приехали мы в Яварев будем кушать вы знаете я даже немножко отдохнул пока ехал за рулем такое ощущение что дремаешь так рулишь это гораздо менее трудозатратно чем идти пешком в гору или с горы в ассортименте есть борщ овощной суп пюре с мясом салат без вас не можем это место проехать даже если поели все едят пюре с мясом а я овощной супчик покушали мы просто чудесно сразу глаза подоткрылись настроение улучшилось но совершенно нет понимания куда нам ехать мы уже как бы направились развернулись в сторону дома и вот у нас есть варианты либо ехать через Винницу либо ехать через как мы и ехали через Хмельницкий и такие места там что ну как то ни озер ни рек каких то таких толковых вот вроде бы в Виннице бух есть может быть аж туда но туда далеко в общем пока мы находимся в какой то пространстве едем сейчас недалеко заправляем газ и будем думать докуда мы сможем доехать потому что по времени уже половина четвертого вечера хватило нас на три часа дороги доехали до хотина уже нету сил поэтому нужно искать место перед хотином свернули куда то налево и вот первое место которое мы будем смотреть там вы не были не так вот эту дорогу вниз а та дорога так вот проходит туда или нет проходит тоже проходит но там тоже есть такая вода была когда вода что дошли шоу так приезжают машины вот такое еще место есть ну что то сильно много людей решили останавливаться в этом месте несмотря на то что здесь достаточно много рыбаков рыбак внизу это его машина дальше рыбаки у нас будет такая обособлена полянка сейчас мы закроем двумя машинами уже нет сил никуда ехать Костя сейчас станет сюда носом а я сюда задом сейчас самая первая задача поставить душ Костя подъехал максимально близко к воде машина временно так стоит сюда поставим будку для купания Серега уже понес все монатки вниз Серега уже протянул все на берег осталось отнести насос Не Не Картина следующая тут рыбаки рыбу ловят и мы в десяти метрах принимаем душ А что делать Мань как водичка? Холодная А тебе уже 42 сделали чуть-чуть холодная Она холодная А в речке 30 Тут нету 42 Тут какие-то китайские 42 как у тебя был литр на горе Пока мы купались количество бусов добавилось рыбаки прибывают я думал что они наоборот будут убывать О! Это твой хендмейд А ну повернись Ух ты боже мой Помимо всего прочего надо разобрать рюкзаки там же у нас и спальники и все вот это Поэтому сейчас сразу поставим палатку и туда забрасываем барахло Расставляли все не менее часа Пора готовить И ныне у нас уха скандинавская с лососем из двух таких вот пакетов Маня заряжает пшено А Константин смотрит бомбардировщиков которые залетают в кастрюлю Мошки бомбя Посмотри пожалуйста Вот это фаза Па-бам! Если вдруг что-то пойдет не так У нас еще есть банка шпрот Помоги пожалуйста Вот эту ложечку Сейчас поналить Раскидывайте свете Мадам Руками Грячую Поставьте сюда Это что уже чайник греешь? Сюда понять Ты сало будешь? Ну так Не-не Может ты бы накрыла вот это красное? Да не соленое Вообще не соленое нету А где вилку взять? Ох серые вилки где-то лежат Даже хрен знает где Стой стой вернись он Да и яблоту тоже Нет ну ничего на вкус Я где-то видел сейчас Я даже пол На вкус Все? Вам надо? Солю Куда поставь? Натягивай сюда Нужен бумага Да На Возьми и бессервер А вода? Вода Ничего не дошло Да ничего Будем без воды Что б мне стоит делать? А что б не стоит делать? Если за мной никто не будет Рыбаков становится все больше А мы спать Вася с Олей фильм смотрит. Костя с Наташей будут чай пить. Лёха, ты спишь? Я тоже иду спать.